Итак, коллеги, сегодня у нас очередное заседание семинара На этот раз я сам вступаю в роли докладчика В тему, вы раз пришли, вы, наверное, знаете Отбор как ресурс И это связано, естественно, с естественным отбором, с эволюцией А также с некоторыми группами, с численными оценками Информационные составляющие этого процесса Итак, как считается, у нас более-менее работает некое положение Которое называют центральную догму молекулярной диалоги То есть, что в клетке информация передается от ДНК к РНК От РНК к белку и вот только в этом направлении Ну, еще от ДНК к ДНК она может передаваться Но когда клетка размножается И в этой связи возникает вопрос Что если вроде бы информация идет только от ДНК к белку То откуда вообще в ДНК, в генетическом коле Откуда вообще там взялась информация Кто ее туда записал Каким образом, естественному отбору это удалось И для этого давайте начнем с того, что Пытаемся, ну пусть приблизительно определить, что такое информация Информация это всегда информация о чем-то Это некая корреляция того, что записано в тексте или в ДНК С какими-то свойствами окружающей среды Например И с этой точки зрения белый шум Или какая-то другая случайная последовательность символов информации не содержит вообще И соответственно, чтобы появилась информация То в среднем надо, чтобы произошло взаимодействие Необходимо 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 Недостаточно, но необходимо И Должно произойти взаимодействие Если это взаимодействие породило какую-то корреляцию То значит информация в какой-то форме записалась Значит Может быть и не записалась А может и записалась И если мы рассмотрим Как выглядит жизнь С точки зрения генетического кода С точки зрения того, что записано в юнобе То с этой точки зрения мы можем себе представить Что жизнь это черный ящик И негде С точки зрения юноба жизнь это черный ящик Жизнь И вот в этом черный ящик Некто кидает юноб А с другой стороны Этот юноб либо вываливается Может быть с каким-то изменением Либо не вываливается А может быть вываливается В несколько земля Ну давайте для начала определим Какими свойствами должен обладать живой объект Какими не будем Не будем Не будем определять Ну чтобы просто отлечить Кто живой, а кто не улич Вот не будем определять Не будем Не будем Все равно А может так все равно что сказать Иначе это слишком далеко нас заедет Ну и От плана нагладчика Да Вопа И Если В том случае Если у нас Ну давайте рассмотрим это вот еще Несколько упростим модель Что вот Будем считать Что Редактирование Йеномы Мутации Происходит Где-то вне черного ящика И Наши Некие демоны Там Как там Или какое-то еще существо Вот этот черный ящик Кидает Йеном И тот либо проходит Насквозь его Валивается с другой стороны Либо этот ящик И этим ящиком съедается Выжил организм Не выжил А здесь Он У нас Сидит Отквозится Обезьяна Запишущая машинка То есть это Часто любят рассматривать Обсуждая Вопрос Случайных мутаций Естественного отбора Что обезьяна Запишущая машинка Ничего смыслного Не напечатает Ну Давайте уточним Как на самом деле Эта обезьяна себя ведет Она 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 Не просто печатает Она копирует Она копирует Вот один видом В другой Иногда Допускает Аж Перепечатала Кинула В черный ящик А наружу Этот Черный ящик Либо распечатку Сожрал И уничтожил Либо Выпинул И А как Обезьяна Может узнать Что-то Что происходит В этом черном ящике Ну Она может Те распечатки Которые Этот Черный ящик Оставляет целыми Размножать Слово туда кидать Там будут проявляться Новые опечатки Мутации И Таким образом Будет Появляться Какая-то Очень Опосредованная Информация О том Что там такое Дворится И Тогда Получается Что Такая Ситуация Что если мы хотим Чтобы У нас Не происходило Неконтролируемого Накопления ошибок То надо Чтобы В каждой копии Обезьяна Допускала Не больше Одной Существенной Ошибки То есть Если она допустила Одну Существенную Ошибку То Жизнь ее Либо Либо Исправит Либо Забракует То есть Каждый акт Проверки Жизнь ее Может дать Один бит Информация Если Прикопирование Допускается Больше ошибок То они Накапливаются И Соответственно Еном Забивается Мусором Далее После этого Начинается Рассуждение На эту тему Что Вот Дескать На данный момент Медицина Достигла Невинных высот В итоге Выживают Те Кто раньше Не выживал Естественно Отбор Якобы Прекратился Соответственно Смотрят Сколько Ошибок Допускается В процессе Удвоения ДНК Ну в среднем Там На миллион Мегалитетов Смотрится Сколько Из этих ошибок Окажется Существенным Исходя из того Сколько Какая часть Енома Как считается Содержит Существенную информацию И делаются Страшные выводы О том Что вот Мы все Со временем Непременно Выберем От накопления Насредственных болезней Что Следующее поколение Таких условиях Будут более больные Чем предыдущие И что одна надежда На едную инженерию Которая Начнет Уже Целенаправленно Вмешиваться И ошибки Эти вычищать Соответственно Называется Это дело Катастрофа Ошибок И Но на самом деле Тут Содержится Некоторое Лукавство Лукавство Правда Я Так и не разобрался Сознательно Или это лукавство Или Бессознательно То есть Заблуждаются Люди Честно Или Они Просто Угонят Волну Для того Чтобы Раскачать Общественное Угнение И Выбить Финансирование Под свои средства Гипотез Который Последнего Время Очень часто Прогнется Ну И Начнем С того Что Эта Модель Когда Жизнь Смотрит Уничтожить Наш Емон Это Модель Все-таки Не соответствует Действительности Потому Что Все-таки Если смотреть На Обезьяну Как на Олицетворение Случайности То Не обезьяна Определяет Сколько Копий Будет Снято С данного Генова Это Определяет Как раз Жизнь Туда Обезьяну Туда Один экземпляров А В итоге Может Вывести Либо Не одного Либо Один А может Там Выскочит Десяток Экземпляров И Изменения Будут Происходить В процессе Этого Размножения Так что Вход Выход И Обратно На Вход И И В зависимости От того Сколько Экземпляров Выскочено Получается То или иное Количество Информации Которая Может Быть Получена О том Что же Такое Это самая Зажадочная Жизнь Не с нашей Человеческой С точки зрения С точки зрения С точки зрения Совокупности Генетической Информации Которая Имеется Скажем Во всех Крепах Всех И За один Цикл Как оценить Информацию Ну что Это что-то Порядка Логарифма Двоичного От Числа Токи Которые Выскочили И в принципе За один цикл Может получаться Больше одного Гита Это случается В том случае Если вдруг Кто-то Неожиданно Сильно Размножится Кроме того Когда Оценивают Число Ошибок Просто Исходя Из того Сколько Этих Ошибок Выпускается В процессе Удвоения ДНК Это тоже Некое Лукавство Потому что Удвоение ДНК Это еще Не акт размножения И Отбор Этого ДНК Осуществляется Не в один этап Что Вырос организм Он Либо Выжил Либо Не И Вот Вопрос Михаил Геннадьевич Оцените Пожалуйста Сколько Бит Информации Нужно Чтобы Создать Человеческий Организм Из 10 В 13 Степени Клеток Андрей Романович Я уже слышал Вашу шутку Не Шутка Так что Можете Сами Сказать Организм Я так оцениваю Что Для этого Информации Нужно Меньше Одного Бита Потому что Способ Единственный А партнеры Соглашаются Не соглашаются Они Не самые вероятности Поэтому Для этого Нужно Менее Одного Бита Информации Вот А Логарифм По Основанию 2 От числа Воспроизведенных Клетками Здесь вряд ли Мы Смотрим Разную Информацию Тогда Что Такое Информация Аккуратно Надо Надо Смотреть Информацию О чем Мы Расслаб Я бы Предложил Некоторый Способ Определить Количество Информации В каком-то Сигнале Я Я Я Я Я Ну Я Надеюсь По Одному В принципе, для того, чтобы определить, что такое информация, надо сначала описать, что такое живой организм. Это некая система неравновесная. Почему неравновесная? Потому что она способна к каким-то произвольным действиям. Вот вблизи этой системы никакого потенциала не существует, чтобы другие тела следовали принципу наименьшего действия. Она может произвольно эти тела подкидывать, разбрасывать и так далее. Так вот, для того, чтобы она могла существовать во внешней среде, она должна постоянно пополнять запас неравновесной энергии, за счет которого она может совершать произвольные действия. для этого внешняя среда, во-первых, должна быть неравновесной, а во-вторых, упорядоченной. А в составе стабильной неравновесной системы должен иметься датчик. Так вот, датчик – это такая система, для действия которой постоянно приходится тратить неравновесную энергию из внутреннего запаса этой самой стабильной неравновесной системы. Ну, любой датчик – это существенно неравновесная система, для того, чтобы она работала в энергии. Любой датчик – балометрический, сенсорный, как вы хотите. Повышая точность измерения, стабильная неравновесная система в какой-то момент сталкивается с тем, что дальше повышать точность измерения не выгодно. То есть польза, в зависимости от затраченной энергии, выглядит как не монотонная функция. Ну, польза – это возможное пополнение, допустим, в энергетических единицах эту пользу выразим, это возможное пополнение внутреннего запаса неравновесной энергии при затрате определенной энергии на работу датчика. Так вот, она выглядит как-то вот так вот. Когда мы достигаем максимума, и дальнейшие затраты неравновесной энергии на уточнение характеристик внешней среды приносят только вред, вот тогда, значит, мы всю возможную полезную информацию о состоянии внешней среды получим. – Я сейчас практически выбираю напрямую, с наклоном минус 1. – Ну, чаще всего так, но, может быть, и круче в разных случаях. – Да, так вот, получив, ну, затратив такое количество неравновесной энергии, стабильная неравновесная система может выбрать из нескольких вариантов действия. Да, так вот, количество информации в битах – это логарифм по основанию 2 от вариантов действия вот этой вот системы в неравновесной среде. – Валерий Анатольевич, на таком месте можно что-то из этого переформулировать или я не хочу? – Ну, переформулировать, наверное, можно, но вот пока мы не определили, что такое количество, что такое информация или, как мерить, ее количество, мы можем здесь называть любое число совершенно равным успехам. Вот, что касается жировного организма, понимаю, это, по-моему, самый физичный. – Тут речь идет про оценку сверху, так что детали… – Про оценку сверху – один гитр. – Не важно. – Один гитр нужен, если вам нужно создать все равно, то, какого человека. – Неправо. – Ой, это не темно же, да? – Может, сказать, может, стать на специальности, количество информации, количество, оно алгоритм, да? – И с этой точки зрения, если… – Про оценку сверху – ничего не могу сказать. – Если мы рассматриваем… Если у нас есть шум, этот шум надо отбраковывать, а также надо создавать какую-то новую информацию в окружающей среде, чтобы более эффективно эту среду использовать. На самом деле можно считать, что это одно и то же. – Если… – В принципе, мы можем считать, что эволюция – это исправление ошибок, которые были в Яну. – Потому что никто не знает, какой Яну правил. – Будем считать, что эволюция – это исправление ошибок. – И с этой точки зрения, вот каждый акт взаимодействия со средой, который оценил, насколько наш организм приспособлен, точнее, насколько приспособлен генетический код, по которому этот организм строится, каждое такое взаимодействие, дающее информацию – это ресурс. – Оно позволяет, не всегда этим удается воспользоваться, но, в принципе, оно позволяет этот генетический код лучше приточнить. И поэтому, если мы смотрим на жизненный цикл, то тут ту информацию, которую можно в генетическом коде, которую можно верифицировать дешево, надо верифицировать дешево. Как можно дешево, как можно дешево. Если что-то нельзя верифицировать дешево, то его нам тогда приходится верифицировать дороже. Что я имею в виду? Для того, чтобы проверить способности человека к математике, надо, чтобы этот человек родился, вырос до определенного возраста, надо вкладывать ресурсы в то, чтобы его учить много лет, только тогда станет ясно и ясно его способности к математике. Ну, только, разумеется, с… – И ты умеешь… – И ты намер на стол! – А может быть и не станут. Если они есть, то они могут быть обнаружены. – Кто их будет? А где измерительный прибор, чтобы определить способности человека к математике? – Не важно, где измерительный прибор, но факт в том, что мы эти способности человека к математике по-любому не определим, пока этого человека нет в природе. – По генетическому коду вы не определите математических способностей. – Правильно. То есть вы в детерминизм не скатываетесь, да? – С другой стороны, если, скажем, что-то можно определить на уровне одной клетки. – Почему? Есть банк для биологических нобелевских лауреатов. – А если нам нужно определить не для потомков нобелевских лауреатов, а для какого-то случайного человеческого генома, как это будет? – Только эксперимент. – Ты даже для потомков нобелевских лауреатов ничего не получаешь. – Задница. – А если какие-то ошибки могут быть обнаружены на уровне одной клетки? Ну там, нижняя хромосома. – Или что в этой клетке метролитопондрии работают неправильно, и все травят активными радикалами, и еще что-нибудь в этом роде происходит? – Ну вообще тоже непонятно как. Потому что при развитии различных видов количество генов в клетке менялось. – Да. – Но во всяком случае ясно, что вот если, скажем, отдельная клетка уже не жизнеспособна, или плохо жизнеспособна, то можно не тратить ресурсы на то, чтобы выращивать из этой клетки человека и проверять его способности в математике. – Он очень… – Он… – Он… – Он до этого не просто… – Тоже очень относительная вещь, потому что зародыш человека оказывается совершенно жизнеспособным в естественных условиях и совершенно не жизнеспособным в пробирке. Его развитие в какой-то момент останавливается, и он погибает в пробирке. – Мы говорим естественных условиях. Давайте считаем, что мы говорим про естественные условия. Пробирка – это другая окружающая среда, и, соответственно, та информация, которая приводна для выживания в пробирке, и естественность этого для выживания в пробирке, оказывается, непрямая. Потому что, в конце концов, отбор предпосабливал нас для вырастания не в пробирке. – Почему? – Почему сложный организм развивается внутриутробно? – Можно прослевать. – Так, опять-таки, это вводит нас в сторону. И если смотреть с этой точки зрения, то давайте посмотрим все акты отбора, которые встречаются в жизненном цикле, скажем, крупного млекопитающего. А также посмотрим, из скольких вариантов этот отбор происходит. Дадим оценку сверху. Ну и начинается все с защиты. Происходит выбор примерно одного из десять седьмой вариантов. – Значит, мы с этим начинаем при скопировании выбор… – А, ну, в цикле можно начать с любого. Давайте начнем с этого. Значит, по десять седьмой степени в руку уже вариант астроматозоидов бежит на перегранки птицеклетки. – В одну. – Она, соответственно, происходит выбор примерно одного из десять седьмой вариантов. – То есть это, стало быть, порядка… сейчас скажу… – Ну, где-то порядка двадцати пяти. – Это максимум, что можно из этого выбора получить. Больше не получится. Реально, понятно, меньше. Реально надо спрашивать у биологов из этих десять седьмой степени сперматозоидов, сколько из них реально являются клонами, несут одинаковую генетическую информацию? – Равновной. – То есть вы хотите сказать, что все десять седьмой вариантов степени разные? – Да, слава. – Ну, замечательно. – Соответственно, разумеется, не обязательно все двадцать пять бит удастся извлечь, потому что могут сказаться какие-то случайные факторы, и не обязательно из этих десять седьмой выбран оптимальный. – Ну, даже если, скажем… Ну, оценка сверху такова. – Опять-таки, тот же самый вопрос про зачатие. – Значит, про зачатие… – На уровне миоза при репостно-расхождении у нас в момент Крисенбайера все четыре спантазаида абсолютно разные. – Ну, замечательно. – Спасибо за уточнение. – Значит, потом и яйцеклетки. Ну, конечно, яйцеклетка, она обычно одна, но, с другой стороны, не всякая яйцеклетка удостаивается оплодотворения. И какая-то отбраковка яйцеклеток происходит. То есть, в принципе, ну, тут сколько пит, ну, сложно сказать. – Ну, на окончание натального развития в яйцеклетках содержится примерно 300 тысяч яйцеклеток. – Да, но как они оттуда выбирались? По готовности или чисто случайно? – Ну, скорее всего, чисто случайно. Ну, если вы говорите, что их 3 на 10 в четвертый, тогда тут мы можем, если предположить, что они выбираются не случайно, ну, давайте сделаем такое предположение, то это даст нам примерно 15 бит. Примерно 15 бит, если предположить, что организм целенаправленно берет из них какие-то наиболее приспособленные по каким-то признакам. Что более правильный яйцеклет, не знаю, быстрее зреют или что-то в этом роде. Опять-таки оценка сверху, очень крупная. Далее, что там у нас происходит? Наверное, надо даже переставить эти пункты, потому что это зачатие и это до зачатия. Какая из них яйцеклетка поступила бы на конвейер и дожидается бы удвоения. Значит, третий пункт – внутри утробное развитие. Значит, в общем-то оно тоже не обязательно протекает гладко. Если произошло младотворение, то это еще не значит, что потом кто-то родится. Если зародыш стал развиваться неправильно, то происходит, как там называется, спонтанное абортирование или выкидыш. И, в принципе, тут опять-таки я затрудняюсь. Может быть, подскажете, как тут оценить, сколько бит информации это, в принципе, нам способно дать? Ну, если мы скажем пессимистическую оценку, что 1% у нас выживает. Ну, пессимистическая оценка. 1% зачатия ведет к дальнейшему. Я думаю, это сильно пессимистическая. Ну, скажем. На самом деле там никто не знает. Начнем с этого. Ну, скажем, в принципе, порядка там, скажем, ну, не знаю. 1-2. Порядка четырех бит мы можем на этом получить. Разумеется, эти четыре биты, видимо, будут получаться когда? В каком-то силе, в каких-то сильных неблагоприятных случаях. Если, скажем, от наследственности сильно отягчены от наследственными болезнями, и тогда, скажем, вот много неудачных зачатий, в конце концов, в трех раз удачных. То можно оценить, что вот там, скажем, если это, скажем, 32-я попытка, то это, скажем, да, позволяет вычистить все дополнительно четыре биты информации. Ну, далее, соответственно, соответственно, ну, что там, напишем? Ну, я бы оценил так, что логарифм от числа потомков. Ну, грубо. То есть это, скажем, реально может быть меньше или приблизительно равно, ну, скажем, три бита. Если там, скажем, потомков восемь, то это три бита информации дает о том, насколько хорошая гена у его родителей. Ну, на самом деле, тут я пропустил еще одно очень важное пункт, поэтому это я переправлю дальше, а именно половой отбор. То есть это, и здесь мы можем, здесь тоже вносится информация. Информация о партнере. И, в принципе, тут логарифм двоичный от числа потенциальных партнеров. Соответственно, ну, как это оценить, ну, если, скажем, считать, что выбор идет, ну, как правило, скажем, в пределах тысячи кандидатур, только до десяти. Ну, мало ли, человек в большом городе может есть тысяч кандидатур, например, тем более, что отбор может идти, так сказать, на бессознательном уровне, и человек идет по улице и сканирует всех прохожих. И не дойдет он до конца улицы. Заведовались перспективные варианты, еще отсеиваются, так сказать, не проникая в сознание, а перспективные варианты следуются более очистить. Так что, я не знаю, для большого города… Для большого человека шансов дойти до конца улицы немного. Так что, для большого города, так сказать, предположить, что выборы с тысячи кандидатур, ну, это, в общем-то, не такое уж большое преувеличение. Может быть, это даже несколько заниженная оценка, там, скажем, для современного человека, условно говоря, пойти на сайт знакомства и пролистать там десять тысяч кандидатур. Ну, это, в общем-то, вполне. Правда, сколько из этих десяти тысяч кандидатур окажется на самом деле спамерным? Атративный вопрос. Ну, в общем, грубая оценка такая. Понятно, что если брать какую-нибудь древность и рассматривать каких-нибудь первобытных людей, где во всем сообществе, скажем, сто обезьянных людей, то там, соответственно, выбор существенно меньше, там может быть два-три бита. И с этой точки зрения... И с этой точки зрения... Из всех выбирает один. Это смотря в каком статике. Даже... И с этой точки зрения что получается? Значит, если вот все это просуммировать... Михаил Леонидович, а можно, первое, чем вы начнете суммировать и вам цвекай-копейк ставить? Вот тут... Это все мелочи к сравнению с разнообразием гаммета, которые формируются. Вот оно. Нет. Это мелочи. Из того, каково возможно разнообразие гаммета. Так возможное разнообразие гаммета, они не... Это оно потенциально возможно. Да. Они не проверяются. Они проверяются уже на уровне отбора, когда идет гамметогенез. То есть вы хотите сказать, что в процессе гаммета ЕНЕСа уже происходит выбраковка каких-то заведомо плохих вариантов. Да. Обязательно это происходит. Но давайте добавим еще раз, значит, какой-то пункт, не знаю, 0. Гаммета ЕНЕС. Да. Давай еще... И тут, может быть, тоже там сколько там... Тоже, может быть, там 10, там 20... Что-то такое, видимо. Можно еще добавить. Я бы так сказал. Это должно быть даже 30. У нас, если исходить из того, что крысинглайвера вообще нет, да, у нас 46 хромосон, 23 пары. То есть вероятность того, что произведем гаммета, да, какую-то, такую, это 2 в... Какой-то? 2 в 23. Это не тот выбор. Выбор дает информацию, если это выбор между вариантами, которые можно пощупать. Если какая-то... Если какую-то конкретную ЕНО мы даже не попытались создать, то мы и не проверили, насколько он хороший. Поэтому тут надо смотреть, какие варианты реально возникают, а потом бракуются. Вполне важно. Это, может быть, там действительно еще что-то бракуются, не доходя до сперматозоидов или до зрелых яйцеклеток. Но насколько много бракуются. Это тут... Тут надо смотреть реальную базу отбора, а не то, что там потенциально может быть. То, что там возникает, пусть каковременно, а потом бракуется, это отбор. А то, что мы выбрали там случайным образом один вариант из 10000, а остальные 9999 даже не пробовали, это не отбор. Это просто чистая случайность. Поэтому тут я поставил вопросительные знаки. Тут надо уточнить, сколько и сколько вариантов этот отбор на самом деле идет. И если вот оформировать вот эти оценки, количество информации, которое описывает весь этот отбор, это, в принципе, оценка сверху, числа существенных ошибок, которые могут быть исправлены за один цикл жизни нашего организма. То есть какие-то совсем грубые ошибки, понятно, их могут быть, там, на стадии гомета-генеза уже выявлены и выбраканы. Соответственно, потом менее грубые ошибки могут быть, там, выбраканы, там, когда устраивается гонка между вот этими самыми 100 миллионами сперматозатов. Потом какие-то более тонкие ошибки, там, на стадии эмбрионального развития. Те, которые на одной клетке не проверишь, там уже все-таки несколько клеток, они между собой и с материнским организмом взаимодействуют. Есть шанс проверить работоспособность каких-то еще других систем. Ну, окончательная проверка работоспособности всей сборки – это вот жизнь для размножения. Но на самом деле, обратите внимание, половой отбор, он тут стоит несколько особняков, потому что это, вроде бы, совсем другой отбор. Потому что это не то, что вот выжил и выжил, и это единственный из этих отборов, в котором явно могут участвовать сознание, на которое оно может влиять. Но этот отбор тоже может привносить информацию за счет того, что тут возникают новые комбинации генов из разных геномов, из родительских геномов. И какие-то ошибки он тоже может исправлять, подбирая адекватного партнера, который этой ошибки мешает. И, в общем-то, если смотреть по мощности отбора… А может, наоборот, те, которые обладают этой ошибкой, таких же и выбирают? Ну, может быть, но это, в принципе, тоже метод эволюции, потому что тогда будет происходить некая сепарация, ошибки накапливаются у одних, чистые геномы у других, и ошибочные геномы, в конце концов, вырождаются и выпадают из размножения. Живая система – это иерархическая система. Ее различные части имеют различные значения как в получении информации о внешней среде, так и в обеспечении жизнедеятельности в каких-то условиях. Вполне достаточно нанести укол в некоторую точку в человеческом организме, чтобы он перестал быть жизнеспособным. Можно размножить конечности – организм лучше. Правильно? То есть, это иерархическая система такая. Почему бы не предположить, что разные механизмы записи информации тоже подчиняются некоторой иерархии? Одни механизмы более изменчивы, легче изменить, другие труднее изменить, но они связаны в обе стороны. Ну, в общем-то, некая иерархия тут тоже видна. Они связаны в обе стороны. Почему информация передается непременно от ДНК и РНК и не может передаваться обратно? На самом деле, как я понимаю, центральную догму в строгом смысле сейчас не очень-то жалуют. И что рассматриваются разные механизмы передачи информации в других направлениях. Она остается догмой до тех пор, пока метод модели пригодна и описывается для описания этого взаимодействия. Нет, я бы сказал так, что на данный момент, видимо, центральная догма – это некое достаточно разумное приближение, но все уже понимают, что это только приближение. Спираль развития понимаем. Одна ступень понимаем. И если задаваться вопросом, так сказать, насколько действительно работает отбор на каждом из этих этапов, то есть насколько осмыслен выбор одного партнера из тысяч или сколько-то возможных кондикаторов, то тут я бы обратил внимание, что поскольку сам по себе отбор – это ресурс, это, собственно, канал передачи информации из окружающей среды об окружающей среде в виду, то преимущество получают те виды, те организмы, которые этот отбор наиболее рационально используют. Потому что в связи с этим можно даже попытаться сделать некоторые предсказания. Например, все, что можно протестировать в енорме на уровне одного спирматозоидов, рационально постировать именно там. За это приходится меньше всего оплатить организму ресурсами. И с этой точки зрения получают преимущество те организмы, которые на этих этапах, например, это ЕНС, зачатие, нутрирунтовие, отбор яйцеклетки, тестируют как можно больше всего, что возможно на этом этапе протестировать. А как протестировать? Какой критерий отбор? Ну, я бы, например, высказал такую проверяемую епотицу, что можно было бы посмотреть у спирматозоидов какие ены активны, и какие функции эти ены вообще в организме несут. Я бы предположил, что там могут быть активны те ены, которые, основное назначение которых совсем другое. Просто потому что они там проверяются. А вообще по каким признакам обученного выясняется? То есть какой из организмов в процессе естественного отбора будет иметь преимущество? Ну, вот скажем. Там ты умерли или умерли? Или отбезли? Ну, умерли или не умерли – это хорошо, но это очень дорогой отбор. Есть общее правило. Но вычищать самые грубые ошибки имеют смысл там, где это дешево. Там, где это максимально дешево. Здесь, 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 исправление ошибок очень дешево. Здесь дороже. Здесь еще дороже. Потому что здесь уже надо, чтобы исправить ошибку, надо жертвовать уже взрослым организмом. Или почти взрослым. То, что половой отбор происходит, осмыслит. Это, как я понимаю, никто из биологов уже не сомневается. И с этой точки зрения, если мы смотрим на то, где происходит ослабление естественного отбора для современного человека, то это вот один этап. Это после рождения, скажем, и до размножения. Вот здесь есть ослабление естественного отбора. Но это мы оценили примерно три бита. Во всех остальных пунктах бит намного больше. Правда, эти три бита, это очень важные биты, которые оценивают функционирование организма как целого. Какой следующий пункт? Ну, вообще говоря, у нас есть еще один пункт, где оценивается функционирование организма как целого. Это половой отбор. И половой отбор может отнести нам не три бита для современного человека, а бит 10, как мы оценили. И с этой точки зрения, расширение базы дипломового отбора, то, что люди стали жить более крупными сообществами, с более проницаемыми социальными перегородками, это, в общем-то, мы можем ожидать, что это компенсирует ослабление естественного отбора, связанного с улучшением милиции. А можно вот такой вопрос задать? Да, смотрите. Вы все эти предположения делаете вот в следующем предположении, да? Что если есть два, скажем, сперматозоида одинаковых, то в течение, проходя через все эти этапы, жизнь на эти два сперматозоида будет действовать абсолютно одинаково, а это не так. Через какие этапы? Вот смотрите. Идет элемент ГНС, да? Да. Возникает два абсолютно идентичных сперматозоида, вообще абсолютно идентичных. Говорим ли мы, что предстоящее... Нет, не говорим. Потому что это оценка сверху. Понятно, что... Просто жизнь — это не стационарная штука. Понятно, что судьба сперматозоида полна превратности и нежливости. И если даже самый лучший из ста миллионов, то это не факт, что главный приз достанется миллиону. Просто жизнь не говорит «да» или «нет». Жизнь говорит «возможно», да? С какой-то вероятностью. Но это вот оценка сверху. И понятно, что там реально оказывается, что из этих ста миллионов, ну не знаю, скажем, один миллион имеет реальные шансы. А в других условиях? Другая миллиона. И тогда оказывается, что выбор миллиона из ста миллионов — это не 25 бит, а это 5 бит или сколько там, 6. Но потенциально это вот такая оценка. И, скажем, в каких-то ситуациях эта оценка, ну, конечно, достигаться она не будет, но к ней можно приближаться. Скажем, если человек сильно оттягивается наследственными заболеваниями какими-то, то там у него низкое качество половых клеток. И тогда немногие наиболее живые, соответственно, несут наименьший груз этих болезней. А для человека генетически здорового и просто здорового, тут понятно, этот отбор может работать не столь интенсивно. Но потенциально этот отбор есть. Еще с точки зрения современной инженерии и прочих геотехнологий, то мы можем посмотреть, что происходит, если происходит, как это называется, экстракорпоральное оплодотворение. Если при этом мы ослабляем отборного дисперматозоидов, потому что, понятно, лаборант смотрит за микроскоп, и он реально не перебирает все 100 миллионов, он там отсекает каких-то заведомо реалах. Или не знаю по каким-то критериям, но по каким-то критериям, которые доступны, он в кого-то выбирает. И, видимо, за счет этого, вот эта база отбора уменьшается, правда, насколько уменьшается, судить сложно. С другой стороны, поскольку при этом делается обычно несколько зародышей, из них выбирается какой-то оптимально, то это, может быть, увеличивает отбор вот на этом этапе. И здесь оказывается, там, чаще оказывается, скажем, все четыре, если, скажем, выбор идет, там, между тремя десятками зародышей. Что при этом оказывается существеннее, снижение отбора здесь или повышение здесь, ну, это я, как дилетант, судить не могу. Я вот просто обращаю внимание, что вот мы можем это оценивать, приводить какие-то пусть грубые, но численные оценки. Ну, и, собственно, я бы сказал, что, конечно, нет, он несколько перераспределил. Понятно, что даже развитие медицины полностью вот этот пункт не выключен. А с учетом того, что половой отбор только активизировался и все остальные отборы никуда не делись, мы можем сказать, что эволюция продолжается. Даже у современного человека. И причем, в общем-то, эволюция становится, может быть, скажем, более направленной. На деньги? Вот у кого как. Ну, вот этот пункт, это, раньше это был единственный пункт, где мозг мог управлять направлением эволюции. И сейчас, впрочем, появились другие интерфейсы, способы передачи информации из мозга в ену, не только через половую отборку, но и с помощью емного примерия, это уж тоже напрямую передача информации из мозга в ену, с помощью вот того же самого зачатия в пробирке. Но, в принципе, вот, как я понимаю, все применение емной инженерии к человеку, оно до сих пор, в общем-то, сводится к тому, что какой-то из этих этапов делается искусственным, и, естественно, оно заменяется на соответствующие искусственные. При этом, понятное дело, всякие религиозно окрашенные страхи, считаю, совершенно неуместны, потому что до какого-то сознательного редактирования иного человека еще очень-очень далеко. Хотя, конечно, читая всякую и всячину про эволюцию человека, возникают всякие попытные вопросы на тему, где можно было бы едином человеку целенаправленно подредактировать, или, по крайней мере, содержательно обсудить такое редактирование. Потому что, скажем, человек не вырабатывает аскорбиновую тислоту. А коза вырабатывает? Потому что еще у приматов был сломан некий ен, который ответственный за выработку аскорбиновой кислоты, потому что вот эти приматы едят свежие фрукты, скачут по веткам, им аскорбиновую кислоту, и так хватает с обыдкой. А в морских сенах тоже проблемы? Соответственно, возникает вопрос, хорошо было бы или плохо этот хен обратно включить. Потому что, с другой стороны, это ян Слуман достаточно давно, и, скажем, встречались утверждения, что аскорбиновую кислоту по сравнению с той же козой у человека заменила, я не помню. Кажется, не чей? Не заменила при недостатке аскорбиновой кислоты. В какой-то мере заменила. Потому что, если сравнивать, в каких дозах вырабатывает аскорбиновую кислоту коза, то эти дозы многократно превосходят то, что есть человек. Там она чуть ли не десятками граммов. А не может так считаться, что то, что мы потеряли, возможно, с аскорбиновой кислоты этого гектамина, как-то повлекло развитие переднего мозга? Может быть, потому что тут, скажем, у меня встречались утверждения, что отчасти в качестве антиоксиданта аскорбиновую кислоту заменила, я не помню, кажется, мочевина, которая одновременно активизирует работу мозга в качестве побочного эффекта. Мочевин не является антиоксидантом. Я не знаю, я могу не соврать. Кто это понимал? Можно посмотреть по какие-то более старые мутации, скажем, у всех млекопитающих по сравнению с пресмыкающими поломано цветное зрение. То есть у млекопитающих был утрачен третий цвет, и исходно у млекопитающих зрение было двух цвет. У примантов оно стало трехцветным за счет того, что красные и зеленые колбочки немножко разошлись, но они разошлись не так далеко, как, скажем, у птиц или у пресмыкающихся. Если, скажем, брать карту глазного дна человека, как там чередуются колбочки разных цветов, то синие идут очень регулярно, а красные и зеленые хаотически в перемешку. Потому что как раз разделение красных и зеленых эволюционное – это новейшее приобретение. Поэтому красные зеленые чаще всего неразвучимы у дельтонизма. Да, вот как раз у дельтонизма, как правило, именно пропадает различие между красным зеленым. Ну и, казалось бы, возникает вопрос, почему не включить там, скажем, поломанное это уральнифмикопитающих иенов, и приобрести уже даже не трехцветные, не четырехцветные. Но это все фантазии, так сказать, на далекое будущее. Непосредственно к теме доклада отношения не имеют. Значит, резюме доклада, что поскольку отбор ресурс позволяет вычищать из венома ошибки или, наоборот, отбирать оптимальные варианты, и это как канал передачи информации в веном, то эволюционные преимущества должны были получить те виды, у которых отбор в наибольшей степени работает на всех этапах жизненного цикла. И, исходя из этого, исходя из того, что мы уже являемся продуктом достаточно длительной эволюции, то можно предположить, что весь этот отбор уже задействован осмысленно. Что не только здесь мы осмысленно выбираем. Но и на остальных этапах тоже идет осмысленная выбраковка. Осмысленная в том, что то, что может быть проверено на уровне одного сперматоза, это там проверяется. То, что может быть проверено на уровне яйцеклетки, там проверяется. То, что может быть проверено на уровне заводыша, там проверяется, как правильно. И, соответственно, сводить весь естественный отбор к одному этому пункту, это не заметить слабо. Обращать внимание исключительно на какие-то мелочи. Ну и вот в содержательном предсказании я говорю, что посмотреть, скажем, сколько и какие именно ены активны на этом этапе. И посмотреть, не окажется ли там, что в сперматозоиде активны какие-нибудь ены, которые по-хорошему, скажем, работают, не знаю, в клетках печени или в нервных клетках. Но они оказываются, скажем, жизненно важными для довольственного дозуга. То есть, что это там проходит некая дополнительная проверка всего, что можно проверить. На уровне отдельной пункты. Конечно, это предсказание может быть недостаточно конкретным, но, по крайней мере, оно указывает, в каком направлении имеет смысл поискать. Сейчас для биологов, как я понимаю, посмотреть, какие ены активны в клетке, это не правда. Вот, поторожат какая-то плавает маточная ранка и, соответственно, размножают, смотрят, идентифицируют. Ином человеку уже есть, соответственно, можно смотреть, кто же там включен. Вот, собственно, я закончил. Какая-то дискуссия была по ходу, если есть какие-то еще вопросы, а еще больше комментариев, замечаний, то я буду дать я посмотреть. Мы сейчас развернули дискуссию по поводу того, что у нас надбор, эволюционный, в эволюционном смысле, влияют очень многие факторы. Термостабильность, организма данного, либо скорость его передвижения, средняя какая-то, еще что-то влияет. И так, оказывается, ну, по крайней мере, так утверждает теория эволюции, что... Теория эволюции, чья, молодой человек, простите? Что? Чья теория эволюции? Их очень много. Смотрите, синтетическая теория эволюции, которая... Еще вопрос такой, вы какой класс? Треть. Так, вы эволюционной, эволюции изучали теорию, естественно, как предмет? Вот я спрашиваю. Нет, а это какое-то значение имеет? Имеет. Ну, я ее изучал в школе, он у нас был большой курс, да, по этому поводу. Ну, школа-то хорошо, да, хорошая. Если это был какой-нибудь биохимический класс, то мог быть вполне присутствовать. Ну, как бы синтетическая теория, она, в общем-то, не одна, на самом деле, правильно? Да. Дело в том, что сошли такая вот гипотеза Красной Королевой, да? Кто же говорит о том, что... Ну, там, из Льюиса Карла. Я хочу поговорить, чтобы... Чтобы надо бежать со всех нужд, чтобы остаться на том же месте. И оказывается, что действительно не существует абсолютного экстремума по всем переменным отборам. То есть, у нас организм не может обладать абсолютной приспособленностью. Вот. И поэтому, вот, то слово «жизнь», которое у вас там, квантовый какой-то объект... Ну, это жизнь, черный ящик. Черный ящик, которая в аракте определяет, будет организм жить или нет, она немножко не так работает. Ну, почему? Она как раз так работает. Тут вообще непонятно, как она работает. Да, вы скажете, откуда вы знаете, как она работает? Говорит, что не так работает. Ваша точка зрения, как она работает. На входе его... Я уже сказал. Либо несколько производных... Понимаете, это ваша точка зрения. Кто на самом деле любит, как это работает, это все неизвестно. Правильно? Я это не представляю, как какой-то там... Ну, как бы... Вы следите за тем, что вы говорите? За словами, о которых вы говорите? Да, довольно агрессивно вы ко мне как-то... Да нет, ну, просто я слышала, как бы, ваши высказки, вот я человек с биологическим образованием. Да, я тоже. Да? А еще книг от науки. У нас тут в институте... Ладно, я закончил. Ну, вот заканчивай. Переброс. Ну, вы просто почитайте книги по эволюции еще раз, прежде чем высказываетесь. Нет. Ну, давайте... Если прежде чем высказываться, товарищ, придет читать книги, то мы не услышим, что он хочет сказать. Я думаю, что... Говорите, не будьте, даже если вы скажете какую-то глупость, но мы этого, может быть, все равно не заметим. А если я заметил, то... Поддержим эту... Что значит глупость? Или у нас есть содержательные замечания, или у нас их нет? Если у нас их нет, значит, точка зрения товарища ничем не нужна. Еще дальше мы занимаемся исследованием новых препаратов, да, разнообразных. Вот. И вопрос всегда такой, а не увеличим ли мы частоту летальных или вредных аллелей популяции? Вот это ведь не дело в том, что мы там ухудшим, что-то и не ухудшим. Потому что, действительно, в данном условии мы увеличиваем частоту аллелей, некоторых факторов развития, скажем, болезни Альцгеймера, лечая ее. С этой точки зрения можно сказать так. Когда вы какое-то там новое лекарство ввозите, то это изменяется среда, изменяется, в которой жизнь живет. Потому что черный ящик начинает немножко по-другому работать. И, соответственно, несколько меняется критерий естественного отбора. И, то есть, естественный отбор в присутствии лекарства какого-то А, и естественный отбор в отсутствии лекарства А, это разные естественные отборы. Ну, в общем-то, вот это мы вроде бы с вами согласны. Тогда нам обсуждать нечего. Если мы признаем, что общих правил нет, то что же мы ищем? Ну, просто когда эта среда изменится непредсказуемым образом от нас независящим, мы можем попасть в ту ситуацию, когда мы уже не сможем контролировать течение нашего собственного революционного процесса. Ну, мы сейчас это не можем контролировать. Ну, да, вопрос об устойчивости всего этого тут рассматривается, разве что с точки зрения скорости накопления ошибок и скорости их в обраковке. Соответственно, его тут можно рассматривать, разве что в предположении, что среда меняется не сильно, настолько, чтобы вот этих вот механизмов отбора хватало, чтобы стабилизировать ситуацию. А так, ну, в каком-то смысле это в духе Докхинса, его эгоистичного гена, когда вот тут мы смотрим на живые организмы, как на способ генов воспроизводить себя. То есть, скажем, если вспомнишь, что там некоторые насекомые имеют там такой хитрый цикл размножения, что у них чередуется поколение, когда еном, как там, гаплоидный, и поколение, где еном диплоидный, то, в принципе, поколение, где еном диплоидный, проводит очень сильную проверку этого генома на целостность и качество. Потому что там уже нет дублирующих генов, если уж что сломалось, то все, муха или кто-то этим занимается. Насекомое померло. Но это дорогой способ. Отбор. Вырастет целое, там, на целое насекомое, крупное насекомое, для того, чтобы протестировать этот самый гаплоидный, без дубликатов, еном. Но зато, то есть, тестирование дорогое, но зато качественное. Применительно, как тем же млекопитающим, гаплоидный еном тоже тестируется на этапе половых клеток. Но зато он тестируется не столь качественно, и из гаплоидных клеток целый организм не растает. Можно вопрос? Просто перейдем к циклам. Какой форме выкладываете информацию из количества потомок? Правильно, на пятом этапе выкладываете, что... Нет, это не извлечение информации из количества потомок. Это, если хотите, верификация информации. Что я думаю? Да, тесно, твой организм, конечно, нет. То есть, можно сказать, что вот этот шум создает информацию, а отбор ее проверяет. И мы смотрим, насколько быстро может расти, скажем, количество проверенных. То есть, тут не некоторый может быть разнобой, что считает создание информации. Когда мы записали какое-то слово или когда мы проверили, что это слово действительно чему-то соответствует. Но в среднем, понятно, что в среднем, если мы будем писать, писать, писать и никогда не проверять, то мы напишем чушь. Поэтому мы писали проверили, мы писали проверили. Поэтому, если там за спиной обезьяны с пишущей машинкой стоит редактор, который эту обезьяну бьет по рукам каждый раз, когда она ошибается, то эту обезьяну напечатает вам что-то вовремя. Еще вопросы, комментарии? То есть, тем, как вы понимаете, достаточно такая дискуссионная, тут из общих соображений делаются некоторое количество гипотез. Ну а дальше уже неизвестно. Может кто-то их проверит и что-то из них оправдается. Может окажется, что все это лопасть. А что значит сложность организма? Как вы ее определили? Ну про сложность организма здесь речи не идет. Здесь сложность возникает разве что с такой точки зрения. С точки зрения, насколько дорого проверять на этом этапе проводить отбор. Что отбор на уровне сперматозоидов, от их 10-7, но он дешевле, чем отбор на этом уровне, но тоже там намного порядков. Поэтому видно, что они там простые. Отбор на уровне яйцеклеток, он дороже яйцеклетка, больше их, меньше. Соответственно, тут сложность не важна, важна цена отбора. То есть, если хотите, тут возникает приваривание. Ну, вообще-то сложность организма лучше бы оценить как степень его веронавесности. Ну вот, верификация одного бита здесь стоит намного порядков меньше неравновесной энергии, чем верификация здесь. На самом деле, чтобы сделать такую оценку, надо каким-то образом определить, какие процессы являются решающими для выживания организма. И вот, если хотите, это как вот при тестировании технической системы. Если мы можем что-то при тестировании, если мы видим, что болтик с трещиной, то мы не будем его завинчивать в ракету. Ну, смотря в какую часть. Где-то болтики проверяются более тщательно, где-то менее не тщательно. И, соответственно, что-то тестируется на уровне деталей, а в каких-то случаях приходится ракету все-таки запускать. И смотреть, полетит, не полетит, попадет, не попадет. Хотя, конечно, если все отработано, то, может быть, нет смысла проверять каждый болтик, нет смысла проверить ракету целиком. Но для этого надо, чтобы число возможных ошибок, которые можно выловить, было очень мало. А если сложные системы, то в ошибке лучше вловить на уровне отделка компонента. Собственно, так и делают. Тестируют сперваотделенные блоки ракеты, тестируют их взаимодействия. И уже когда все отработано, уже пускают ракету целиком. Ну, я вижу, что вопросы, комментарии, видимо, закончились. Поэтому давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.